Фигурное катание – это не просто зимний вид развлечения, это олимпийский вид спорта, который совмещает в себе хореографию, танцы, музыку и, конечно же, моду. На международный узкопрофильный турнир по спортивным танцам на льду приехали 36 пар из 7 стран мира. Бельгия, Нидерланды, Азербайджан, Турция, Босния, Кипр. Пожалуй, главный гость соревнований – легендарный Одессит, ныне проживающий в США, олимпийский чемпион 1992 года Виктор Петренко. Изначально на турнир планировали приехать гораздо больше пар, но из-за пандемии добраться до Украины смогли не все. Те участники, которые смогли преодолеть границы, въехали в нашу страну как обычные туристы. Они приезжают по обычным условиям всех туристов, которые въезжают в Украину, то есть это всем понятно. При выезде мы к всем судям, которые тут требуются, будем делать справку, тоже 24-часовую справку на выезд по их условиям въезда в их страну. То есть, в принципе, те же самые условия, они везде соблюдаются. На ледовой арене выступают как и начинающие спортсмены, так и профессионалы своего дела. По словам Натальи Тютюник, приехали серьезные и титулованные пары. Причина такой популярности турнира – статус ИСУ, который одесская льдинка получила совсем недавно. Стать членом Международного союза конькобежцев дорогого стоит, говорит директор специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва льдинка Наталья Тютюник. Есть такой ИСУ-календарь. Это международный календарь всех спортивных мероприятий по фигурному катанию. Ну, скажем так, в него входят и Олимпиады, и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы. То есть получить статус ИСУ – это значит, что к вам могут приехать в дальнейшем достаточно много стран. Да, требуется очень много по регламенту соблюдать условий как для судей, так и для спортсменов. Очень много протокольных вещей, которые требуются с сожжания. Есть протокол, даже отличающийся от наших внутриукраинских соревнований тем, что даже как ставится музыка на разминках. То есть очень много нюансов, которые мы на сегодняшний день впервые узнали. Турнир-мемориал организован в память о Людмиле Михайловской, первом президенте Федерации фигурного катания Украины. Друзья и коллеги вспоминают Людмилу как человека, который всю жизнь отдала этому прекрасному и одновременно сложному виду спорта. Она тот человек, который организовал фигурное катание на Украине, на Вильне, на нашей свободной, и вывел ее на международный уровень. Конечно, фигурное катание, как все другие виды спорта, они имеют свою специфику немножко. Ей не легко было пробивать дорогу, пробивать дорогу среди всех федераций, чтобы исполком ИСУ принял нас, нашу национальную федерацию в ИСУ. Программа фигуристов начинается с выхода на лед и фиксирования тела в одной позе. При этом требуется стоять на ребре лезвия одного конька. Для готовности. Только после этого включается музыка. Фигурное катание, я не знаю, мне очень понравилось кататься. Я вот вышла первый раз просто на прокат обычный, и мне очень понравилось именно танцевать. Я вообще танцевать люблю. А на льду это еще скользить, это очень классно, очень красиво. И это танцы на льду в паре, и тут прыгать не надо. К соревнованиям лед готовили несколько дней, чтобы соблюсти все требования, главный из которых каток должен быть чистым и ровным. Сейчас у нас происходит чистка льда. Она должна происходить после каждой обязательной программы. То есть одна категория закончилась, и следующая. То есть перед следующим каждым выступлением мы обязаны его приводить в порядок. Ну, как правило, на все катках там существует нож, который срезает верхнюю поверхность, нарезанную коньками, и заливается горячей водой, который при диффузии создает максимально высокий уровень скольжения, для того, чтобы он не мешал выполнению элементов. Соревнования будут проходить еще два дня. В субботу, 13 февраля, награждение победителей, а также мастер-класс от Виктора Петренко. Кристина Черновалова, Герасим Олесенков, телеканал «Репортер».